Итак, есть в Священном Писании история, когда Давид затеял перепись в Израиле. Когда он эту перепись затеял, Бог эту идею не одобрил, и Израиль поразила моровая язва. И вот тут наступил такой момент, когда Давид понял свою вину, и он решил Господу принести на жертвенники жертву. И для этого он отправился на то место, где он видел на поле у человека по имени Орна, что именно там он может угодить Богу, если там соорудит жертвенник. Вот теперь, пожалуйста, внимание. Это вторая книга Царств, 24 глава, я читаю с 20 стиха. «И взглянул Орна и увидел царя». Орна – хозяин земельного участка, и к нему на его земельный участок идет царь страны Израиля. И имя этого человека известно в масштабах целой страны, потому что имя этого человека Давид. Дальше читаю. «И слуг его, шедших с ним, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? Хозяин земельного участка, на который пришел царь в Израиле Давид со слугами и со всеми своими людьми, Орна вышел ему навстречу, поклоняясь ему, говорит, хочу спросить у тебя, царь, какая цель твоего визита сюда ко мне? И вот что отвечает Давид. «И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». Моровая язва поражала Израиль, израильский народ. Давид понял свою вину, и он понял, что только на жертвеннике, если он принесет жертву, это казнь, которую Бог послал на Израиль, она остановится. Он пришел на поле, у которого был хозяин по имени Орна. И Орне он объясняет цель своего визита и говорит, я пришел, чтобы купить у тебя поле, и на этом поле, которое я куплю, воздвигнуть или построить жертвенник, принести жертву, чтобы остановилась та казнь, которая сейчас происходит. 22 стих. «И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот валы для всесожжения, и повозки, и упрят воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Вот я обращаю ваше внимание на то, что Давид пришел туда для того, чтобы устроить жертвенник, и там принести жертву. А Орна, хозяин этого земельного участка, он говорит, царь, я очень рад твоему визиту. Итак, пожалуйста, вот валы, вот повозка, вот упряжь воловья на дрова. И дальше фраза «Все это Орна отдает царю». Другими словами, Орна говорит, царь, ты пришел для того, чтобы принести жертву? Прекрасно, я тебе отдаю. Вот мои валы, вот моя повозка, вот моя упряжь воловья на дрова. И вот удивительно, что ответил на этот счет Давид. «Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой добудет милостив к тебе». 24 стих, это центральный стих, на котором я хочу сейчас мысли передать вам, чтобы просто восхитительно из священного писания найти причины просто поддержать вас и укрепить ваши руки. Но царь сказал Орне «нет». Удивительный ответ. Почему? Потому что, по сути дела, царь пришел к Орне, чтобы построить жертвенник и там вознести жертву. И разговор между Давидом и Орной проходит, по сути дела, один на один. И что Орна говорит? «Вот бери моих воловьев, бери мои повозки, бери упряжь воловью на дрова и принеси на этом жертвеннике жертву». И вот ответ Давида – «нет». Давид, подожди, так ты же принес для того, пришел для того, чтобы принести жертву. И вот этот ответ – «нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Вот это кульминационная фраза Давида – «я заплачу тебе, и не принесу Богу жертвы, взятой даром». Что Давид понимал? Он понимал, что если он возьмет волов, которые предлагает сейчас Орна, и повозки, которые есть возле этих волов на дрова, и упряжь воловью, используя для того, чтобы поддержать огонь, это будет жертвой. Но только здесь жертва будет принадлежать кому? Орне. Это не жертва Давида. Это Давид своими руками, но принес жертву, которую на самом деле пожертвовал Орна. И что понимал Давид? Давид понимал, пред Богом жертвой называется лишь только то, когда тебе это чего-то стоило. И я из этого говорю сегодня каждому из вас. Вам труд в кемпе чего-то стоит. Стоит бессонных ночей, стоит кучу физических сил, которые вы отдаете. И я почему так смело говорю, потому что с 2001 года по 2016, почти 15 лет я занимался каждый год лагерями, подростковыми, детскими, молодежными. В 2016 году я передал это служение руководству другому, более молодому брату. И что такое лагерь, и что такое кемп, и что такое подростки, и что такое дети, и молодежь, очень хорошо знаю, потому что в этом провел как минимум 15 лет. И я, мои друзья, хочу сказать, кому-то кемп – время отдыха. Наши подростки, которым мы с вами служим в этом кемпе, для них кемп – это не жертва. Для них кемп – это место наслаждения. Но для того, чтобы кому-то было хорошо, всегда, друзья, есть те, которые платят цену, чтобы им было хорошо. Для этого надо кому-то на себя взять удар, чтобы тебе было тяжело, чтобы кому-то другому было хорошо. Я хочу из этого сказать, друзья, то, что вы делаете, вы платите высокую цену. Но это цена, которую в Библии четко понимал Давид. «Нет, я не принесу Богу жертвы, взятые даром». Это как раз таки то, что вы и делаете. Вы своим подвигом, своим поступком, своим временем, своими силами, вы Богу приносите жертву. И я говорю вам искренне, что пред Богом это дорогого стоит. Бог это очень и очень высоко ценит. Я расскажу вам маленький пример. У меня есть друг, у которого, один приятель, у которого есть сынишка, которому он решил преподать один урок. А урок был таким образом. К нему в гости, к его сынишке, пришли его ровесники. А сыну где-то было около шести лет. А папа перед этим своему сыну купил новую в упаковке машинку. Она запакованная в целлофан, еще такая машинка, в которую он еще даже с упаковки ее не достал. И вот к его сынишке пришли ровесники. Они погуляли вместе, и ребята уже собирались уходить. И вот тут папа предлагает своему сыну. Он его так тихонечко отвел в комнату, а ребят попросил постоять еще немножко у двери, еще никуда не уходить. И он сынишке говорит, слушай, сынок, я хочу предложить тебе, а давай мы всем твоим ребятам подарим по какой-нибудь хорошей игрушке. У тебя же их много. А вы, наверное, знаете, что почти у всех ребят собираются игрушки целыми ящиками. Целый картонный ящик, в котором куча разных игрушек. И вот тут идея, которую предложил папе, сынишке понравилось. И сынишка, да, папа, и побежал. И побежал он к тому самому ящику, в котором у него были собраны игрушки. И я задаю вопрос. И как вы думаете, что же он из этого ящика начал вынимать? Что же он начал выбирать? Совершенно верно. Старые игрушки он выбирает раз, отложил, выбирает раз, отложил. И когда он закончил выбор для всех, кому он там хотел их подарить, папа берет одну игрушку, которую выбрал сын из ящика, ложит ее в ящик и говорит, сынок, а я предлагаю тебе, давай вместо этой игрушки подарим вот эту. И он ложит ту самую, которую ему купил вот только что в упаковке. И сынишка смотрит ему, глазами моргает и говорит, папа, я еще сам с ней не игрался. И вот папа как раз и говорит, понимаешь, сынок, как раз таки истинной жертвой пред Богом считается то, когда ты можешь расстаться с тем, что тебе дорого, когда для тебя это чего-то стоит. В Германии я слышал, как один пожилой человек, он на такой конференции, миссионерской конференции, он приводил такой замечательный пример. Он говорит, друзья, вы в своих домах очень часто пакуете одежду и очень часто эту одежду привозите к нам на христианскую миссию, с которой мы ящиками можем их отправлять в страны, у которых с одеждой дефицит. И дальше слушайте внимательно, что говорит этот брат. Он говорит, и вы это правильно делаете. Эта одежда служит многим людям, у которых с одеждой проблема. Но дальше он говорит, но только, пожалуйста, послушайте меня внимательно. И этот пожилой человек дальше говорит, когда вы открываете свой шкаф, и когда вы со шкафа достаете одежду, которую вы уже не носите, потому что вам она уже не подходит или по размеру, или по каким-то другим причинам, и вы это складываете в ящик. И после этого привозите это к нам на христианскую миссию. Он говорит следующее, я вас очень прошу, не называйте это жертвой. Потому что на самом деле это бесплатное избавление и очистка ваших шкафов. Если бы вы это отдавали бы в мусор, то вам бы за это нужно было бы еще деньги заплатить, что от вас увезут мусор, который вам не нужно, а вы бесплатно просто отдаете его на христианскую миссию. И он им говорит, вы делаете правильное дело. Эта одежда еще послужит другим людям, но не называйте это жертвой. Я думаю, вы теперь улавливаете мою мысль. Жертва – это когда тебе это чего-то стоит. Если ты, я почему знаю о вас, потому что у каждого из вас вы могли провести время совсем по-другому. Вы могли это время не иметь вот эту голову, которая кружится из-за этого множества подростков и бессонных ночей, которых вы не знаете, как здесь спокойно отдохнуть. А вы могли спокойно отдыхать в своей комнате. Могли спокойно с друзьями поехать и где-то провести время в лесу или на берегу озера, где никто вам не морочит голову и не портит настроение. Но то, что вы сделали, я хочу вам это сказать, пред Богом в Божьих очах вы сделали поступок, который Бог расценивает жертву. И при этом Давид это понимал. Он сказал, нет, Орна, ты хочешь организовать для меня комфортную процедуру принесения в жертву, но только это будет жертвой в глазах людей, а в глазах Бога это будет жертвой не Давида. И он сказал, я не принесу Богу жертву, взятой даром. Я хочу ободрить каждого из вас, друзья. За каждым великим делом, как правило, стоят люди, которые согласились на жертву. Вы можете взять любую большую историю, то ли библейскую, то ли жизненную, и вы всегда найдете. Был кто-то, что просто отозвался и пожертвовал временем, силами или средствами. И за каждым великим делом, как правило, стоит какая-то маленькая, вот маленькая Богу посвященная жизнь, которая просто согласилась на какой-то отрезок времени на жертву. И этими простыми рассуждениями мы хотим ободрить всех вас. Послушайте, пожалуйста, ни одна жертва ради Бога и пред Богом никогда не бывает забытой. Никогда. Потому что Библия говорит, что даже тот, кто подаст кружку холодной воды ради Бога, он уже не потеряет свои награды. И мы ободряем каждого из вас. Когда пройдут годы, я думаю, может, кто-то из вас уже встречал такие эпизоды. Я вам говорил, что я уже 16 лет занимался этим служением. И я уверяю вас, были моменты, когда голова кругом кружилась. Но проходили годы. И сегодня я встречаю тех ребят, которые были подростком, которые кружили нам голову своим непослушанием. Сегодня они женатые люди. Сегодня у них свои семьи. И сегодня они подходят, пожимают руку и говорят, Игорь, спасибо. В свое время я, когда приезжал на лагеря, я просто брал отпуск. Я работал на работе, просто брал отпуск. И мы двоем с женой просто уезжали на целый месяц просто в лагерь. И там менялись подростковый лагерь, детский, молодежный. Мы просто отдавали время своего отпуска, который длился там 35 дней на то, чтобы просто служить детям. Потом заканчивался отпуск, я просто шел на работу и снова целый год работал. И я, друзья, говорю, когда прошли годы, и когда те, которых ты помнишь, как они кружили голову, я помню там один, одни из них, двое ребят ночью умудрились угнать автомобиль. Мы потом его нашли, их приводили к покаянию, мы их освещали. Вы представляете, что такое подростки, и угнали машину. Сегодня один из них женат, у него двое детей. Он член церкви, верующий парень. Другой из них сегодня в церкви принял водное крещение, и Бог через него проявляет дарование Святого Духа. И я этих двух парней знаю. Я помню, как мы их вразумляли в этом лагере, потому что они двоем умудрились машину угнать и покататься, и ее назад вернуться. И знаете, я почему вам говорю, что ваша жертва не напрасна? Сегодня, когда вы видите, какую вы платите цену, вам кажется, зачем это надо было делать. Но пройдут годы, я уверяю вас. Те, кто сегодня вам кружит голову, вам будут пожимать руки и будут говорить вам спасибо. Спасибо. Потому что то, что вы, друзья, делаете, вы не просто вкладываете себя в этих подростков, вы это делаете ради Бога. А Бог со своей стороны через вашу жертвенность в жизни этих людей делает свою работу и совершает свои чудные дела. Я это говорю для всех вас. Кто работает на кухне, кто возглавляет, непосредственно контактирует с ребятами, кто занят в каких-то бытовых вопросах или организационных. Я уверяю вас, друзья, ваша жертва не напрасна. И Бог ценит, когда для человека то, что он сделал для Бога, когда ему это чего-то стоило. И я уверяю вас, ваше и мое спасение Иисусу тоже чего-то стоило. И когда мы говорим, что спасение это дар, мы говорим, да, это подарок, но всегда подарок имеет цену. Но только цену знает не тот, кто подарок принимает, а тот, кто его готовит. Вот тот, кто готовит подарок, он что-то за это заплатил. Тот, кто получает, ему это ничего не стоит. И я уверяю вас, друзья, то, что вы служите детям и подросткам, для них это, по сути дела, ничего не стоит. Но это дорогая цена, которую платите вы, но вы ее платите ради Иисуса Христа. Уверяю вас, и он перед вами в долгу никогда не останется. И я благословляю каждого из вас в отдельности, чтобы вы вот так жертвенно, любя Бога и любя детей, которые вокруг вас, так и продолжали трудиться. Да, нелегко, да, сложно, но это прекрасная жизнь, когда ты жертвуешь ради Бога и на Божьем деле. Это никогда не будет пред Богом забыто, и воздаяние за такой образ жизни от Бога всегда есть. Я вас от души благословляю и каждого из вас поддерживаю, чтобы вы в этом прекрасном деле, служении и труда, так и оставались людьми, которые открыты и способны на жертву. А жертвенность, это всегда я подчеркиваю еще раз, это когда тебе это чего-то стоит. И чем больше тебе это стоит, тем больше в Божьих очах это за жертву и признается. И если ты больше отдал здесь сил, больше отдал эмоциональных каких-то своих собственных усилий, значит пред Богом ты и на большую жертву согласился, и большую цену пред Его святым лицом и заплатил. И да будет ваше сердце всегда полно светлого, чудного чувства любви. И помните и знайте, ваша жертва пред Богом не забыта. И вы в своей жизни увидите и наверняка уже видели от Его руки и воздаяние, и благословение. Тех друзей, которые с Вашингтона приехали, я им особо восхищаюсь. Почему? Потому что они три недели работали с этими детьми в школе библейской. Я почему так знаю, потому что я у них там три дня преподавал. И эти ребята три недели, 24 часа в сутки с ними, они с ними спали, с ними занимались, пели, молились. Три недели, потом вместе сели в автобус и поехали сюда вот с ними в этот лагерь. Вы представляете себе, они уже почти целый месяц, эти подростки им кружат голову. У них я уже спрашивал у Оксаны, я говорю, Оксана, мне кажется, что когда ты приедешь домой и все это закончится, мне кажется, говорю, ты на пару дней просто ляжешь и даже двигаться не будешь. Хотя бы от одного желания просто отойти от всего этого. И я уверяю Вас, друзья, то, кому из Вас это дороже обошлось с точки зрения сил, здоровья, времени, пред Богом это и больше оценено жертвой. А Бог, друзья, жертвы ценит, и Он никогда в долгу не останется. И мы Вас благословляем от сердца, чтобы Вы оставались бы теми людьми, которые трудятся. Последний, делаю пример, и после этого передам микрофон Алексу. Я был в городе Киев, и в городе Киеве есть одна многодетная семья. Их зовут Алена, а его зовут Игорь. И это семья, у которых, если я не ошибаюсь, у них сейчас, по-моему, 11 детей. И что удивительно, я когда приезжаю очередной раз в служение, они поют. Поет Лена, поет вместе со своим мужем. Муж играет на гитаре, Лена поет, они прекрасно поют. А я приезжаю очередной раз, они поют, следующие поют, следующие поют. А дети умножаются, а петь они не перестают. И я очередной раз, когда приехал в служение, они снова спели. И я как раз после них проповедовал. Я обратился к Лене с Игорем, и я ей сказал, я хочу Вас попросить. Пожалуйста, не лишите нас такой возможности, чтобы вами, вами стыдить тех людей, которые имеют меньше детей, но не поют. Я говорю, оставьте за нами право, вами, вашим поступком, стыдить тех людей, которые имеют меньше детей, но не поют. Я думаю, вы уловили мою мысль. Я хочу сейчас вам сказать, оставьте нам, служителям, такое право, чтобы вашими поступками, вашими трудами мы могли, скажем так, обличать тех людей, которые имеют больше возможностей, но трудятся меньше, чем это делаете вы. Оставьте за нами, служителями, такую возможность, чтобы конкретные примеры вашей жизни мы могли приводить, не называя ваших имен и фамилий, для того, чтобы стыдить людей, у которых возможностей больше, а труда в жизни меньше. И когда мы придем на небеса, друзья, я больше чем уверен, те, кто жил для себя, так будут сожалевать. Они просто поймут, жизнь на земле закончилась, а в небе почти ничего, видя Божьего воздаяния, и нечего получить. А тот, кто на земле откликнулся, ради Иисуса трудится, придет на небо и останется в блаженном состоянии, потому что любая жертва ради Иисуса Богом расценивается, как право на воздаяние, а Он умеет воздавать не только на земле, но и в славных небесах. Я приглашаю всех вас, ободритесь, руки укрепитесь, ваш труд не напрасен, и результат на самом деле велик, славен и чуден, но только труд с детьми. Ты не трудишься сегодня, а видишь результат завтра. Трудишься сегодня, а результат через лет 10-15. Когда они подходят, начинают тебя обнимать, тебя благодарить, пожимать тебе руку, поэтому вы на правильном пути. Вы прекрасные труженики, замечательные люди, великолепные христиане, и главное, вы жертвены. И это не слова, а это образ вашей жизни, который мы у вас видим. И мы благословляем вас, чтобы вы такими любящими Бога и остались, и тружениками во имя Иисуса Христа, такими и оставались. Да благословит вас Бог. Хорошо, я хотел бы тоже поблагодарить всех. Знаете, Игорь уже столько говорил, что можно сказать только аминь. Знаете, ну буквально несколько слов, которые хотелось бы с вами поделиться. Знаете, допустим, я всегда говорю так, есть ответственные люди, которые ответственны за кем? Служителя, пастыря, допустим, когда в церквях. Знаете, ну без помощи мы ничего сделать не можем. Так или нет, Братья? Ничего сделать. Допустим, я уже рассказывал подросткам, когда я, допустим, сегодня утром начинал благословение, просил. Я говорил такую вещь, когда я принимал исповедание у подростков после одной из конференций подростковых. То знаете, я зашел в свою комнату, моя жена говорит, Аллах, что с тобой случилось? Когда я приехал после кемпа, где-то около недели я ходил никакой. То есть сегодня ты принимаешь исповедание, в основном все исповедания, которые были, или изнасилование, или алкоголь, или наркомания. И такие вещи, когда приходит подросток, ему 15 лет, он же такие вещи говорит, что вся семья идет на разлад, и ты просто слушаешь, ты понимаешь, что это девчонки 14 лет, который уже надо в ГЭП-центр отправлять. Что на самом деле ее положение, родители спрашивают, нет. Родители считают, что она в косынке, она поет в хоре, в подростковом все нормально, и родители даже не догадываются положения, в которое она попала. И ты сидишь, и ты понимаешь, что ты помочь ей не можешь. И знаете, в тот момент у меня появилось, на самом деле, Бог дал желание организовать библейский колледж и сделать фокус больше на подростках. Я тогда еще помогал большинству молодежи, я сделал фокус больше на подростках. Почему? Если мы не поймали их в подростках, то в молодежи мы уже сделать ничего не можем. Так или нет? Я думаю, показатель того, что служители здесь сидят, повторяют, это говорит о том, что им не безразлично подростки. Они понимают, что будет дальше. И знаете, и когда мы начали делать, помню, первую подростку, Байбалкалыч, мы делали у нас в церкви, мы собрали подростков 17-16 лет, уже почти молодежь. И знаете, первый год, что они нам вытворяли, было 70 человек. То есть, вы просто не поверите. Допустим, я всегда говорю, Байбалкалыч, он вскрывает то, что даже вы не догадываетесь. Я нашим родителям говорю, братья и сестры, сори, но мы узнаем в Байбалкалыче о ваших детях то, чего вы даже не думаете. На самом деле, ночью убегали, там, курили сигареты. Это наша молодежь, наша церковь. Просто, которые, кажется, ходили в церковь, все нормально. Но ночью в 17-летнем убегали в лес, там, где я жил, и просто лидералы искали их, они курили, там что-то делали. И такие вопросы, которые, кажется, хватающие за голову, что и как. Когда одна из девчонок просто пришла и сказала, я в Бога не верю, я ходить в церковь не хочу, меня заставили прийти сюда в церковь. Я пришла, говорит, ну, вы сейчас закончите Байбалкалыч, я приду домой, я через время скажу родителям Бай и уйду в церкви. Представьте, это наши члены церкви, которые ходят на собрания. Я говорю наши, я хочу сказать, у вас есть такие же самые. Проблема в том, что мы, не общаясь с ними, мы не знаем всей картины, что происходит. И знаете, ну, самое интересное другое, когда через обычный Байбалкалыч третья неделя начинается сдвиг, и начинается что-то изменяться. И вот когда на третью неделю мы видели эту девчонку, которая кричала, что Бога нет, когда она просто стояла, плакала во время молитвы, за нее молились, и когда она пришла и сказала, я на самом деле понимаю, что Бог меня любит. Сегодня эта девчонка, она сегодня уже мама, у нее есть сегодня ребенок. И знаете, это не прошло 10 лет, а прошло буквально сколько-то лет. Ты смотришь на нее, и ты думаешь, бывает, ее обнимешься, охота сказать, ты та девчонка, но ты сегодня другая. И знаете, я смотрю на этих подростков, которые сегодня приехали сюда, сюда приехали к вам, и наши, и ваши, это все наши. Это, знаете, вредные, которые гоняют все, но понимаете, очень важно, что мы их любили. Когда-то был такой, вы знаете, этот Радчук Павел был такой, я думаю, вы слышали, кто-то старший знает, молодежь, может быть, не знает столько, то у него было такое интересное выражение, что ехать пропагандировать на Чукотку, нужно полюбить Чукчей. И знаете, я пока не был на Чукотке, не понимал, о чем он говорит. Но когда я приехал на Чукотку, посмотрел, сколько анекдотов за них происходит, знаете, я понимал, что в основном оказывается все правда. Может, даже можно было еще больше рассказать. То я понял, почему на самом деле их нужно полюбить. Я хочу сказать, пообщавшись с подростками, то если без любви мы им служить не можем. Что встать на это служение, но прежде всего, я хотел бы, чтобы вы поняли, что это люди, которые на самом нуждаются в помощи. На самом деле, допустим, нам пришлось в этом боевое покажение, на что мы обратили внимание, допустим, я скажу, знаете, я всегда говорю так, чтобы говорить с миссионерами, хорошо было не только, чтобы они рассказали все плюсы, но и чтобы рассказали минусы. И тогда чуть-чуть минусы, мы можем понимать картину. Я немножко скажу свое исповедание о такой вопросе служения. Я обычно немного пришлось тоже организовывать кемп в миссионерских поездах, большие конференции служений, в больших поездах разных. И знаете, что я увидел? Мы бывает настолько делаем фокус на организации, но замываем, что главное не кирпичи, а раствор. Я сегодня прочитал там у Игоря одна выдержка есть такая. Мы заняты кирпичами, вроде бы все, но есть раствор, который сближает их. И знаете, я понял для себя, что очень важно. Я хотел, чтобы вы меня услышали сейчас. Я занимался организацией, все распланировано, все скеджил, вовремя начать, вовремя закончить, организовать все проповеди, спикера хорошие, все-все на норме. Но я понял одну вещь, что я забываю на тех людей, которые в зале. Я забываю за тех людей, которым я служу. Наша цель не просто их вовремя уложить, спать и поднять их. Наша цель попробовать залезть в их сердце, выслушать их и помочь им. Вы со мной? Я говорю, у меня был момент такой, у меня сестры один раз просто сильно удивили. Знаете, мы приехали в Африку, это было Кении, я может у вас говорил или нет, я не помню, но просто для меня это был такой серьезный урок. Были в Кении, я уже как всегда с утра помолились, скеджу, все бегом, куча эмонгализации, собрания нужно сделать. И знаете, все бегаем. А там уборщики у нас, гостиницы, типа гостиницы, мы в Африке жили. И вот сестры наши там тоже, когда уходили, они всегда что-то оставляли уборщикам, которые приходят убирать после нас. Я никогда даже об этом не мог додуматься. Ну, сестры, вы молодцы. И знаете, вы видите, я допустим, такой человек, что я не видел, они всегда оставляют что-то. И вот однажды, мы приезжаем вечером после эмонгализации, нас встречает, она черная женщина, встречает нас, и видя нас, она начинает плакать, приходит к нашим сестрам, начинает их обнимать, начинает им рассказывать. И говорит, я сегодня хотела жить, закончу самоубийством. Моя жизнь сегодня пришла до той точки, кому-то не нужна. И вот когда я зашла в комнату, начала у вас убирать, я увидела конфеты, которые лежали на моей кровати. Говорит, эти конфеты, говорит, я просто понял, что я кому-то нужна. Что я кому-то не безразлична, что кто-то обращает на меня внимание. Братья и сестры, я хотел, чтобы вы просто поняли, есть люди, которые вокруг нас. Вот эти подростки, они нуждаются в помощи. Когда мы с ними, мы в этом Байбалка-лодже, мы стали сделать кое-что изменили, мы стали делать с ними такое исповедание, но не исповедание, а просто душепопечительскую беседу. Мы с ними уходили, я, Женя, мы беседовали с ними по 40 минут, по часу. С каждым из них просто общались и говорили. И знаете, когда я с ними поговоришь, на самом деле ты приходишь, думаешь, Господи, стоило говорить. Когда ребенку 14 лет, когда он в полной депрессии, когда мама не понимает, я прихожу к маме и говорю, мама, у меня вот такая проблема, говорит, не быть твоей проблемы, у меня их настолько много. Говорит, я разбито, мне нужно, что-то выслушал и помог мне. Я не унижаю родителей сейчас, но я просто доношу до вас тот момент, чтобы я хотел, чтобы вы поняли, что они нуждаются в ком-то. Они нуждаются просто в вашем совете, в вашей помощи. Есть люди, которые настолько разочарованы в жизни, которые настолько не знают, что как поступать дальше, что делать. И наша ответственность, как лидеров, не просто геймс, поймите. Во время даже какой-то игры можно просто подойти и ободрить человека, поднять его, сказать, у тебя получится, ты молодец, смотри, как у тебя классно получается. Я хотел бы, чтобы мы как лидера находили какое-то слово, слово утешения, слова поддержки. И знаете, в этом богословении есть. Те конфеты, они сыграли на эту черную женщину. И знаете, если вы поговорите с подростками, они не запомнят всего. Я хочу сказать, что удивительно, они меньше запомнят проповедь. Я не унижаюсь спикеров, мне самому приходится проповедовать, но они запомнят вашу беседу. Они запомнят то, когда вы зайдете вечером к ним, к девчатам, в комнату, ляжете с ними и расскажете о своих проблемах в подростковом возрасте. Вы просто зайдете и скажете, я была такая, как вы, я падала, поднималась, я не понимала родителей, но сегодня я осознал, что родители были права, я была не права. Я хочу сказать, вот это сделает больше и больше, чем что-то другое. Я хотел просто открыть ваши кругозорки. Знаете, я понимаю, что я многие ошибки сделал, я мог сделать свое служение намного лучше, обращая внимание на какие-то вещи. Если бы мы обращали внимание на людей, обращать внимание тем, кому мы служим. Поэтому обратите внимание, которые подростки вас и в вашей жизни еще начинаются, очень много работы. Я не говорю, что я старый, у меня еще работы тоже хватает, но просто этот поинт, я хотел, чтобы вы обратили и вторая мысль, очень важная мысль, это то, что служа другим, знаете, но не имея общения с ним, мы сами остываем. Аминь. Я хотел, чтобы вы просто поняли, среди всех служений, среди всех планов, мероприятий, духовной работы, вся наша сила в Иисусе Христе. Что делал Иисус? Иисус ночами уходил и молился, сказать, Сын Божий, зачем? Ты все кажется имеешь. Нет, ночами он уходил, он общался с Богом. Я хочу сказать, это очень важно для нас, сколько мужей Божьих упало, сильных мужей Божьих, столбов, кажется, веры, упали, почему? Они потеряли где-то общение с ним. Я говорю вам и себе, на самом деле, очень важно, чтобы мы дорожили, дорожили общением с Богом, дорожили от откровенной молитвой с ним. Я не говорю молитвы в церкви только. Да, молитва в церкви важна. Но очень важно молитва наша наедине с ним. То, что Паша всегда призывает молитвы здесь, очень важно, чтобы эти молитвы были у нас дома. Когда мы были просто вечером или утром, на самом деле, закрыть двери и просто поговорить с ним. Получить от него помазание и силу. Получить от него слово для того служения, которым мы занимаемся, которое мы делаем. Пускай Бог благословит. И последнее, что это, которое я вам хотел прочитать, это, вы помните, за вдову, которое положило две лепты. И знаете, что интересно, когда Христос целый наблюдал какое-то время, в Библии говорит, не сколько, он наблюдал, сколько кто клал. Но когда он видел эту вдову, он просто зовет всех учеников, идите сюда. Да идите сюда быстрее, я вам покажу кого-то. Покажу кого-то, кто положил больше всех. Знаете, Христос ждал того момента, что кто-то сделал. Я хочу вам сказать, Бог видит ваши лепты. Просто обладайте вас словами. То, что вы делаете, не безразлично Ему. Это он видит, он ценит, он помогает и благословляет. У меня есть и сын Майкл. И знаете, он смотря на мое служение, на мои поездки, на все, он говорит, папа, ну кажется, зачем столько влаживаешь, а где воздаяние? Знаете, как он такой бизнесмен, уже подросток, ему 20 лет. И знаете, он буквально, может, капал век, сего мы ехали с ним в машине. И он говорит, папа, я смотрю, что на самом деле Бог открыл свои источники благословения для нашей семьи. Говорит, я понимаю, что он благословляет не из-за меня, а из-за тебя. Бог благословляет из-за того, что благословляет нашу, строяет все вопросы, что просто на самом деле есть его устройство. Но я хочу, чтобы Бог начал благословлять не только из-за тебя и меня в работе, но и из-за меня. И на самом деле люди со стороны могут видеть. Бывает, мы не сразу все видим, проходит время, но приходит Божье благословение. Приходит вождение. Знаете, я ему говорю, Майкл, это не дело во мне, дело в благословляющем. Но знаете, мне было приятно, что человек на самом деле не просто видел, как бывает, знаете, говорят, ну, папа ездил, мама ездила, вот потеряли всю семью и все остальное. Нет, я бы хотел, чтобы наши дети могли потом в будущем увидеть наше служение и сказать, Бог благословляет моего отца, благословляет всю нашу меч, дом. Почему? Потому что он жертвовал что-то для него. Поэтому, скажем, Бог благословит каждого из вас. Братья, только вперед, не останавливаться. Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить всех, которые приехали сегодня на этот кем, для того, чтобы трудиться здесь. Я не буду столько говорить, как братья передо мной, потому что я не умею столько говорить. Вот, но просто хочу поблагодарить вас. Хочу сказать, что то, что вы сделали, вы сделали правильно, что вы потратили свое время, потратили свои ресурсы и, знаете, сделали это как для Господа, Бог вас благословит. Те, которые женаты, Бог благословит ваши семьи, и это да и аминь, я это чувствую в своей жизни. С каждым кемпом я чему-то учусь, в этом кемпе я тоже чему-то научился. И те, которые не женаты, я больше чем уверен, что ваши судьбы в руках Господних, и Бог устроит, и благословит. Я понимаю, что подростки – это такое звено, которое между воскресной школой и молодежью. И в основном это звено всегда теряется. В основном это звено как-то куда-то уходит, еще воскресная школа работает, и потом как-то молодежь собирается, а подростки куда-то теряются. Поэтому, если вы работаете с подростками, вы делаете очень правильно, и я не буду задерживать, я просто прочитаю место священного писания. Это написано притчей 23 глава, 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Такое простое место, но говорит нам о многом. Я думаю, что каждый из нас, как руководитель, если бы обратился к подросткам и сказал что-то похожее, как тут написано, «Отдайте сердца ваши мне». То есть расскажите, пожалуйста, что у вас на вашем сердце. Если мы как руководители сможем открыть сердце подростков, парней, девчонок, если мы как руководители сможем сделать так, чтобы, как говорит отец своему сыну, и мы как руководители сможем это сделать так, чтобы наши подростки открыли свои сердца нам, знаете, чтобы мы узнали, что у них болит, чтобы это болело нас, чтобы мы узнали, что их переживает, чтобы это переживание присутствовало в нашей жизни. Почему? Потому что, знаете, когда звучит «Сын мой, отдай сердце твое мне», конечно же, не говорится о том, чтобы отдать жизнь. Говорится о том, чтобы открыть все те переживания, которые у тебя внутри. Чтобы рассказать, что тебя сильно волнует. Пожалуйста, открой твое сердце. Пожалуйста, расскажи, что тебя так сильно волнует. Что молодая девушка или молодой парень, что тебя так сильно интересует. Я хочу тебе помочь. Но есть одно условие, и это условие я хочу пожелать вам. Здесь написано так. «И глаза твои да наблюдают пути мои». Каждому из нас нам нужно быть действительно на правильном пути. Каждому из нас нам нужно быть готовыми к тому, чтобы дети, с которыми мы работаем, они посмотрели на нас и поняли, что мы их не обманываем. Поняли, что мы не просто хотим узнать какую-то информацию, которая внутри у них. И, может быть, это они боятся рассказать своим родителям. Чтобы наша жизнь и наши пути, они были правильными. И чтобы подростки, с которыми мы работаем, они посмотрели на нашу жизнь и, знаете, увидели у нас Христа. Чтобы они могли наблюдать за нашими путями, чтобы они могли смотреть за нами. И братья передо мной рассказывали, имея большой опыт в работе с подростками, говорили, что подростки действительно проверяют тебя, смотрят за тобой, наблюдают, как ты отреагируешь в той или иной ситуации. И, слава Богу, если у нас получается отреагировать правильно. И, знаете, тогда, когда Господь выходит нам на встречу, и у нас получается сделать правильное решение, сделать правильный такой вот, ну, ответ дать нашим подросткам, они наблюдают за нашими путями. Они смотрят, как мы делаем. И если мы делаем правильно, знаете, тогда их сердца смогут открыться для нас. Если наша жизнь, она действительно течет в правильном направлении, тогда их сердца, они открыты для нас. Конечно же, в этом месте идет речь, конечно же, о том, что сам Господь говорит, что если у тебя есть проблемы, как у руководителя, и если ты откроешь свое сердце пред Господом, Господь говорит, что поможет. Почему? Потому что Он говорит, ты наблюдай за Мною. Мы всегда должны наблюдать за Господом. Если у нас, как у руководителя, также есть проблемы, мы можем это открывать перед нашим Господом. И Господь, Он благословит нас. Господь и поможет нам, и выйдет навстречу. Поэтому я всем желаю обильных Божьих благословений, чтобы Бог благословил, чтобы Бог все устраивал, чтобы наша жизнь наполнилась этим благословением. Аминь.